Откуда у неё мог взяться этот таинственный ключ и от чего он? Мистический ключ тебя будет вести. Иди по тропинкам, а то в лесу живёт он. А где твой медальон, который у тебя обычно висит на шее? Сейчас открою и посмотрим, что внутри неё. Как будто кто-то к воротам приближается. Эйвен. Привет, ребята. Вы на канале Magic Pets, а я Миша Лайк. И у нас тут такое приключилось. Короче, киса Алиса пропала из дома. Аня спала, и мы все побежали её искать, а во дворе её нигде не было. Эйвен, София и её Мичу убежали в поисках Алиски за страшные ворота, за которые нам не разрешено ходить в жуткий лес. А я испугалась и вернулась домой. Потом Аня проснулась, нашла меня и ей всё рассказала. И вот теперь я одна дома, Аня убежала всех спасать. Ставь скорее свой Magic Like, если хочешь всем нам помочь. И пиши свои предположения, что же происходит. Комментарий появляется вот тут. Что же будет дальше? Фух, добежала. Так, вот они следы маленьких пушистых супергероев. Или вреден. Это мы ещё выясним. Сколько раз я говорила им не ходить за эти ворота, там же лес. Но они же не могли их открыть сами. Капец. Про этот лес, когда мы построили тут дом, местные рассказывали столько мистических историй. Всё время ощущение, что кто-то наблюдает за мной. Бррр. Эйвен, Софи, Юми, Киса Алиса, вы где? Покемон на мечу. Софи, Эйвен, Киса Алиса, ну-ка быстро ко мне. Вот вы где. Аня, как хорошо, что ты проснулась и нас нашла. Аня, Киса Алиса исчезла. Ура, теперь ты будешь нам помогать. Так, успокойтесь, я всё знаю, Миша мне всё рассказала. Так всё-таки Миша дома? Да, она сказала, что испугалась и вернулась домой. Слава собачьему правду. Значит, осталось найти Киса Алису. Здесь такое ощущение, что за мной всё время кто-то наблюдает. Вот я вам и запрещала ходить за задние ворота в этот лес, потому что про него ходят всякие слухи. А вы мне тут такое устроили. Ань, мы же соперцы, мы хотели помочь. Ой, 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 сделаем вид, что никто не видел, как я не допрыгнула. Да, и, короче, найти Киса Алису до того, как ты проснёшься. Ладно, сейчас важнее уже не это. Какие у вас предположения? У Эйвена своя версия. Мы унюхали следы Киса Алисы тут, на входе в лес. Я думаю, она могла зайти в него и потеряться. А мы, если честно, с Юмичу думаем, что это может быть и розыгрыш Алискин пранк. Да, Покемон? Ну, это было типа одно из наших версий. Что она решила нас разыграть? Чё, чё, так холодно? А на самом деле она сейчас сидит где-нибудь в тёплышке и смотрит Мэджик Миссию. А мы тут шарахаемся, мокнем, мёрзнем. Мэджик Миссию в смысле? Ань, ну смотри, сегодня же на нашем с тобой общем канале Мэджик Фэмили тоже вышло новое видео, так? А, ну да, Юми уже дрожит. Ну так вот, слушай, смотри, короче, Киска Алиска вечно хотела посмотреть новое видео на Мэджик Фэмили впервые нас. А мы всегда её опережали. И она придумала заманить нас так далеко, чтобы у неё было время, и она первая посмотрела видео. А, странное предположение, ребят. Ну, а чё, она могла сделать такую правду? Ммм, слушайте, может быть даже девочке и правы видео слишком крутое, чтобы его пропустить. Юми, ты мне чуть в глаз не попала. Вот и я об этом! Мэджик Миссия! Тем более ты в этом видео на машине едешь через всю Европу, в Англию, в другую страну. Собака, ай, это же супер, интересно. Хи, подтверждаю, ещё и собачий Оскар. Да, точно, там же ещё собачий Оскар. Конкурс Мэджик Фэмили против 130 собак. Ребят, так нельзя, вы сейчас все секреты расскажете. Да, ты права, пусть Мэджики сходят и посмотрят. И поддержат нашу Мэджик команду. А тому, кто досмотрит новое видео на Мэджик Фэмили до конца, мы передадим привет в нашем видео. Вы в прошлый раз уже обещали. А мы и исполняем свои обещания, да, Пакима Мимичу? Конечно! И в этом видео мы должны передать привет Маше Смирновой, потому что она посмотрела новое видео на Мэджик Фэмили от начала до конца, поставила там лайк, нашла загарку и написала ответ в комментариях. Так что привет ей, вот. Так что теперь ты знаешь, что делать после того, когда смотришь наше видео. Ссылка на Мэджик Фэмили будет где? Внизу. В описании к этому ролику. Что? Вы слышали это? Да, я тоже слышала какой-то звук. Короче, пушистики, я в Мэджиках уверена, они обязательно сходят сегодня и посмотрят наш новый ролик. Особенно те, кто хотят привет, а сейчас мы должны убедиться, что Киса Алиса нас разыгрывает. Побудьте тут, а я проверю, нет ли дальше следов и решим, что делать. Так, вроде бы ничего не... Что это? Что это такое? Это какой-то ключ? Хм, странно. Что он тут делает? Кто его мог обронить? И вокруг на снегу есть какие-то вмятины, следы, но все очень непонятно. Говорили мне местные не ходить в этот дурацкий лес. Так, ладно. Ребята, скажите, вы узнаете этот ключ? Видели его где-нибудь? Я никогда его не видела. И я тоже. Странно, что от него пахнет Киской Алиской. Откуда у нее мог взяться этот таинственный ключ и от чего он? Слушайте, а может это как-то связано с той запиской, что мы тут нашли? Что еще за записка? Пойдем покажи, Маня, она тут, тут, смотри. Там еще много чего написано, иди сюда, посмотри. Вот она, вот тут. Вот там, Маня, давай, протяни руку. Странный ключ, пропажа Киски Алиски, какие-то записки. Так, ладно. Давайте посмотрим, что там написано. Там точно что-то было про какой-то ключ, читай. Почему вы сразу не сказали? Да мы думали, ее просто кто-то потерял. Мистический ключ тебя будет везти. Иди по тропинкам, а то в лесу живет он. Ты же догадалась в посылках найти и взять с собой тот медальон. Что значит в лесу живет он? Какой еще он? Капец, кажется, мы бляпались. А что за медальон? Чтобы открыть этим ключом, то, что найдешь ты в опасном лесу, тебе помощь нужна, и медальон объяснит тебе, что и к чему. И вопросительный знак. Что вообще тут происход... Вы слышали? Вы слышали это, ребят? Блин! И от чего этот мистический ключ? В любом случае, нужно найти медальон в посылках. Значит, нам временно придется бросить поиски киса Алисы. И сейчас вернуться домой. Открыть все посылки, которые у нас есть. И в какой-нибудь из них должен быть какой-то медальон. Вот загадка. Давайте, заходите скорее. Нужно срочно закрыть ворота в этот лес. Хотя, блин, стоп. Если вдруг киса Алиса до сих пор в лесу, придется оставить ворота открытыми. Но проблема в том, что к нам во двор через них может проникнуть что-то другое. Поэтому я, Эйвен, супергерой, предлагаю сделать так. Вы, Софи, Миша и Юми откройте посылки и найдете медальон, а я останусь тут сторожить ворота. Нет, Эйвен, мы и так не договаривались. Тут и так какие-то странные запахи. А, скажи ему, что мы его одного тут не оставим. Это ненормально. Эйвен, нет. Мы будем за тебя переживать. Нашелся тут супергерой, блин. Не переживайте, если киса Алиса вернется, мы просто прибежим домой. А ты вернешься и запрешь ворота. Эйвен, а если к этим воротам придет совсем не киса Алиса, а что-то пострашнее? То я просто убегу, приду домой и сообщу вам. Это лучше, чем оставить ворота без присмотра. К сожалению, Эйвен, ты прав. Хорошо, оставайся здесь. Мы быстро распакуем посылки и сразу вернемся к тебе, как только найдем медальон. Эээ, да, давайте только побыстрее, а то что-то страшно становится. Ань, пойдем скорее. А вы точно весь двор обыскали и не нашли кису Алису? Эй, я чуть травой не подъелась. Да точно, Ань, мы даже знаете, смотрели, пойдем покажу. Вот тут на сарай, под сарай, мы везде вокруг смотрели. Только мы не смогли попасть внутрь, потому что на дверях замок. Да, я вижу, и знаете, что самое главное? Что? Ну, говори скорее, Юмичу. У меня был ключ от этого замка, он, конечно, выглядел по-другому. И я так и не попала внутрь, потому что ключ в итоге потеряла. Значит, киса Алиса туда зайти не могла, пошли домой скорее. Да что ж такое-то, Миша сидела тут, когда я уходила. Куда она опять делась? Аня, мне кажется, за Мишу переживать не надо. Она у нас трусишка и скорее всего просто спряталась от страха куда-нибудь. Точно тебе говорю, точно. Да, я почему-то тоже думаю, что за Мишу переживать не надо, но на улицу она точно не пошла, слишком она трусишка. Не переживай, Миша где-то дома. Наша задача сейчас открыть все посылки, Ань. Ох, надеюсь, что вы правы. Кстати, я же до ухода увидела тут открытый конверт. Без адреса и имени, но открывала его не я. Наверное, это киса Алиса шалила. Тут есть какое-то письмо. Так, нет, это точно как-то связано. Апчи. Тихо, значит, подъездай, Ань, скорее, прочитай, что там написано. Апчи. Надеюсь, вы не простудились. Блин, тут написано тем же почерком, что и в записке. Значит, это писал один человек. Апчи. Или не человек. И киса Алиса на письме оставила случайный отпечаток своей лапки. Значит, она это читала. Выйди из дома, пройди сотню шагов. Дойди до сарая, на котором замок. Туда ты вернешься, но сперва обернись. Увидишь ты выход, кустов сторонись. Тебе я даю мистический ключ. Лес страшен, опасен и очень дремуч. К чему подойдет этот ключ, ты найди. Но будь аккуратна, по тропинке иди. Ать, ать. Упс, надеюсь, я его не сломала. Ой, кажется, немножко повредился ключик. Ну ничего, я думаю, это не важно. Иди сюда. Значит, это ключ из конверта. Киса Алиса его взяла и пошла с ним. И если он был у нее, а мы его нашли, значит, Киса Алиса его потеряла, да? Или кто-то на нее напал, и она выронила ключ. Ситуация более-менее проясняется, и значит, письмо с ключом предназначались мне. А Киса Алиска просто случайно натворила делов. И что теперь делать? Как отыскать Киса Алису? Это какой-то квест. Я пока ничего не понимаю, но думаю, что все-таки нужно открыть посылки и найти медальон. Да, ты права, и посылок-то не так много, мы успеем открыть их быстро. Тем более нас там ждет Эйвен. Что? А где твой медальон, который у тебя обычно висит на шее? Не думаю, что имелся в виду этот медальон, но... И правда, где он? Хм, странно. Он же всегда висит у тебя на шее. Да, и я его не снимала в ближайшее время. Может, и потеряла его в поездке в Англию? Как теперь узнать? Аня, у нас нет времени на это, но Мэджики могут помочь. Как? Они могут пойти на наш канал Мэджик Фэмили в то видео, про которое мы сегодня говорили. Так. Посмотреть весь ролик, и вдруг они заметят тот самый момент, момент, когда медальон с шеей исчез. Вдруг его кто-нибудь там у тебя украл? Точняк, ребята, обязательно сделайте это, вы нам очень поможете. И напишите в комментариях, а нам нужно спешить распаковывать эти посылки. Погнали искать в них медальон, про который говорится в письме. Отличная идея, девочки, вы иногда поражаете меня своей сообразительностью. Давайте начинать. Начнем с первой попавшейся посылки. От кого? От Абиловой Аделины. Оренбургская область. Какой район? Не могу расшифровать, что написано. Надеюсь, ребята расшифруют адрес. И в этом конверте у нас сразу вот такая вот странная коробочка, шкатулка или что-то. Сейчас открою и посмотрим, что внутри нее. Ань, погоди, не торопись. Ладно, что такое, Софиша? Мы должны быть готовы ко всему. В каком смысле? В этой шкатулке может быть все, что угодно. Сейчас мы ни в чем не можем быть уверены. А может ничего не быть? И такое тоже может быть, да. Перестаньте, пожалуйста, меня накручивать, я вас поняла. Фух, открываю. Что это за звук был? Как будто кто-то к воротам приближается. Блин, мне уже кажется, или меня реально кто-то позвал. Иди сюда. Меня реально кто-то зовет или нет? Иди сюда. Надо пойти проверить. Что ж, давайте заглянем внутрь. Ань, стой. Что еще? Вы тратите наше время. Просто будь аккуратнее, ладно? Мало ли что внутри. Или кто? Все, девочки, уже серьезно, хватит. Давайте просто откроем и посмотрим, что там. Ой-ой-ой. Что это такое?